он накачал наверно ботекс ботекс это мы сейчас будем мыть полы называется в палатке будем мыть полы сейчас посмотрим стелить ее тоже нужно умеете чтобы не споткнулся и не упал начинается стелить полы то есть мыть полы с женской половиной полы стелиться очень аккуратно чтобы не упасть и не споткнуться вот так он делается это не просто это так стыкается и в одном направлении ложится поэтому веточки берутся тоненькие аккуратненькие вот это называется помыть полы когда постелишь дышится легче запах другой чистенько встает то есть в твоем доме свеженько же все и обязательно втыкаются обязательно втыкаются чтобы не споткнулся не продам будешь ходить вот мы будем вернуть обидеть там вот все наверное да чувак Вот и все. Стало свеженько. Вот перед вами жилище палатка, где живут оленеводы, охотники. Шьется он из брезента, и брезент это не простой, а палаточная ткань, его тоже выбрать очень тяжело, потому как попадается он не всегда хорошая ткань. Нам повезло, мы нашли вот эту ткань. Прошу вас посетите наш дом. Вот эта палатка шьется. Вообще на вот такую палатку уходит 30 метров брезента. Шьется он в зависимости какой тебе размер нужен. С двух полос, с трех полос шьется. Это шито с двух с половиной полосы. Также вот шьется обязательно клинья, вот эти клинья. Потому как, когда шьешь палатку с клиньями, хоть как его поставишь, и он будет смотреться всегда очень удобно, ставится очень легко. Без клинья он так не станет. Ты можешь вот эту палатку сделать больше, поставить. Можешь меньше поставить. Меньше ставится этот зимой, когда нужно много снега разгребать. А летом ставится на всю ширину, чтобы она была просторная. Также вот эта сись называется, куда палатку ставится. Вот эта палка называется сись. Ну у некоторых, у русских палаток она же на веревке тянется. Но если она будет тянуться на веревке, она будет свисать. В дождь она будет пропускать. А здесь она прямо ровненько стоит. Также сюда вешается, вот эта вешалка специально делается, где оленеводы живущие тут вешают сюда свои вещи. Унты, куртки, носки. Ну все, что нужно просушить, сюда все вешается. Это очень удобная палка. Обязательно делается. Вот у нас ставится печка такая. Вот эта печка специально предназначена для палатки. Такую печку делают только эвенки. Она чем очень хороша и очень удобна, практична, что размеры его. Вот эта печка делается всегда высокая. Дрова сюда кучкой слаживают. Когда дрова загораются, сразу идет тепло в бока. Сюда идет тепло и сюда идет тепло. Естественно и сюда наверх. И обогревается сразу же вся палатка. Посередине всегда ставится? Всегда ставится посередине палатки. Что он равномерно везде все греет. Так же вот эта делается разделка у нее. Делаются вот эти дырки, чтобы не загорелась палатка. Не нагревалась от этой трубы. Делается вот эта разделка и она везде равномерно греется. Трубу делают подлиннее, чтобы туда дым идет. Чтобы сюда искренне летели. И чтобы не было здесь дырочек, чтобы потом дождь она промахала. Вот эта печка очень удобная. И у него существуют именно свои размеры. В нашем жилище существует женская половина и мужская половина. Вот это женская половина. Здесь все, 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 все. Хозяйство женское. А там вот мужчины все свое слаживают. Здесь мы храним свои продукты. Вот здесь у нас посуда. Но если приезжают еще люди, гости там или еще кто-нибудь приедет. Мимо будет ехать. Вся вот эта посуда убирается в эту сторону. И сюда ставится еще шкура и там люди спят. Так что вот эта палатка может разместить очень много народу. Хоть где, стелется везде вот здесь вот. И всем хватит места. Палатка очень большая. Да, палатка. Она-то небольшая сама по себе. Небольшая. Эта палатка шьется как четырехместная называется. Но она может принять до десяти человек. Это просто нужно ее до такой степени шить. Вот эти палатки очень хорошо шьет. Брат мой, Павлик. Павел Григорьевич. Я сама шью вот эти палатки. Но единственное, что брезент, дефицит тоже. И хороший брезент не найдешь. Ну я же как говорила вот. Ну сейчас в последнее время мы его купили в ЗЭИ. В последнее время привозят там хорошее материальное. Вот палатка ставится, как мы говорим. Вот не всегда бывают деревья под боком. Вот они ставятся вот на таких вот палках. Завязываются вот на такие колышки. Ставятся вот эти колышки. И специально шьются в палатке вот такие веревки. Шить нужно, чтобы они выдерживали вот такой вес палатки. Обязательно веревки должны быть мощными. Четыре колья ставятся, четыре веревки ставятся. Это в зависимости от размера палатки. Если размер палатки больше, то кольев делается больше. А вот это вот как раз маленькая палатка делается. Вот это вот такое применяется только летом и осенью сейчас в колье. А зимой палатку ставят на другие приспособления. Там потому что коль не поставишь, не воткнешь землю. Сейчас ты воткнешь, что земля талая. А зимой они ставят уже на другое приспособление. Там уже ставится бревно. Вот такие вот палки большие. И между ними бревно ставится. А большие палки вот на сись опираются. Вот такую ставят. И там. И на них вот эту, и на них прямо палку большую делают и завязывают. А потом на них завязывают вот эти веревки. Это делается зимой, когда невозможно колья поставить в землю, ставить землю. А зимой ставится вот так. Когда зимой ставишь, палатка намного меньше. Во-первых, она быстрее нагревается зимой. И снегу чистить слишком много нужно. Поэтому палатка ставится меньше. Вот зимой зайдешь в эту же палатку, ты его не узнаешь, она будет очень маленькой. А вот это обязательно делается. Это делается еще для того, чтобы когда будет идти дождь, если она будет так, все там капать будет. А здесь она уже не будет так капать, потому что она натянута, как струна. И дождь прямо стекает сама. Стекает. И вот дождь попадает, сюда стекает и дождь прямо сюда попадет. Она уже внутри палатки не попадет. Еще в чем здесь палатка? Вот наверху делается вот такой рукав. Вот такой рукав не все делают, потому что это трудоемкая работа. А вот этот рукав делается для того, чтобы туда не попадет дождь. Во-первых, туда вовнутрь. Туда не попадет гнус, ни комары, ни мошки. Там с внутренней стороны тряпкой так закроешь и все, палатка вся закрыта. Двери закроешь, обкуришь их дымом и все. Весь гнус летит и можешь спать спокойно. Вот для этого делается. Ну такой рукав не все делают. Вот посмотри, например, вон ту палатку. Ту палатку шила я на скорую руку. Потому что мне по жизни некогда. Вот эту палатку шил мой брат. Вот он большой специалист, как я тебе говорила. Та палатка шита без рукавов. Потому что время надо просто сидеть, долго шить. Ручная работа. И сейчас палатку шьют очень мало кто. Вообще ее шить не сложно. Просто нужна машинка, именно вот старинная. Мы же на старинной своей машинке шьем. И палатку шьешь же на полу. Потому как ты на стол никак и столько ткани 30 метров не будешь тянуть. Нужно сидеть на полу и шить вот это. Шьется она за два дня. Если возьмешься полотную, за два дня можно шить. А так потихоньку можешь 4-5 дней шить. Вот это сухая лиственница. От сухой лиственницы берется вот это. В сухую погоду он берется. Ею разжигаем печку. Разжигаем костер. Когда стружки некогда сделать бывает. Раз это уже готовое для разжигания костра, что бы ее быстро пошел да собрал да. И разжигаешь ее быстро с этим костер. Бодаровки. Бодаровки. Ну сухая лиственница. А мы называем его бодаровки. Его так называют. Вот сейчас например мы опоздали печку да. и она начала пухнуть. Поле не положишь они не загорятся. А вот ее положишь и загорится все. Печка потухла. Сейчас я положу вот это и печка сразу загорится. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok